В Москве, конечно, погода не новогодняя. Снега на улицах нету, елки хоть и стоят, но это все-таки такая теплая, прикольная московская погода. Я даже не знаю, как назвать, можно без пуховика жить. Я бы гуся, которого я обещал вам, мог бы приготовить сам. Но я подумал, что я же не энциклопедия ходячая. И давайте сходим, я вам расскажу, о-первых, про своего друга, шиповара Александра Журкина. А во-вторых, этот человек 3 года готовит гуся лучше него в России, его никто не готовит. Я вот вам прям зуб даю, правда. Я уже пришел, да, здесь, конечно, рождественское такое новогоднее настроение, красная елка. Здрасте, здрасте. Вкусно у вас пахнет тут. О, мы уже тут у тебя. Привет. Сегодня буду готовить гусей, наверное. Ну, наверное, конечно. Куда раздеваться, пойдем, да? И вниз по коридору налево. За гусями. Дорогие друзья, в преддверии праздников и больших трат на подарки и продукты, хочу вам рассказать про виртуальную карту Яндекс.Денег, которая вам позволит сэкономить на большинстве покупок. Карта бесплатная, заказывается в приложении по ссылке в описании и дает массу кэшбэков и скидок для ее держателей. Например, есть кэшбэки в таких магазинах, как Метро, Ашан, М-Видео, Перекресток. Баллы кэшбэка можно тратить в онлайн-магазинах, там, где принимают к оплате Яндекс.Деньги. А еще до конца декабря за установку приложения и первый платеж дарят 50 баллов каждому. Успевайте скачать. Александр человек необычный. Ну, то есть он с виду-то, конечно, совершенно обычный, а на самом деле он уже три года занимается вот таким вот местом, которое называется пироги, вино и гусь. И самое главное, что он три года потратил на то, чтобы понять, как вот эта птица под названием гусь... На самом-то деле птица очень жесткая, неправильная, и если ее не уметь готовить, то она невкусная. И когда мы готовим дома, запекаем, да, мы не делаем некоторых этапов, которые мы делаем у нас в ресторане, которые приносят этой птице офигенный вкус, сочность и вообще просто превращается в мармелад. Но первое, это нужно выбрать гуся. Посмотрите, гусь должен быть без всяких дефектов. Ни в коем случае не побитый, не синяя, не черная. Он должен быть такой вот слегка желтоватый и обязательно не должно быть заветренное. Это говорит о том, что гусь был заморожен и где-то лежал или еще. Он должен быть прямо вот таким вот. Видите, даже под мышечкой у него желтое оперение. Это говорит о том, что гусь на самом-то деле очень хороший и кожа у него не побитая, нету дырок. То есть это значит будет замечательный, вкусный, красивый гусь. И очень важно, конечно, должен быть аромат. Аромат должен быть такой птицы, такой свежести, да, когда сразу чувствуется. Когда вот он перемороженный или так далее, становится такой неприятный. И уже все это... Как будто мокрым пером у меня жена говорит. Мокрым пером. Да, 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 да. Как будто пахнет таким. Поэтому самое главное, да, то есть его выбрать. Затем, конечно же, конечно же, мы его сейчас опалим. Но понимаю, что дома это сделать очень сложно. Да не сложно это сделать. Но есть обычные такие супергорелки. Я уже своих подписчиков вот на эти горелки всех подсадил, у всех есть. Вот. И я беру тимьян и розмарин и засовываю внутрь гуся. Это мы делаем обязательно. Для того, чтобы он изнутри, именно как бы не сверху мы укладываем там сеном, да, или там травами. А он должен пропитаться изнутри обязательно. Вот этим дымом, да? Обязательно, да, изнутри, чтобы он был такой более, такой ароматный, вкусненький. И тщательно убираем все оперение. Не торопимся, но самое главное, нельзя шкуру, эту замечательную, потревожить. Не должно сильно сужение произойти. Мы не закрываем поры, мы просто убираем перья. Здесь не мясо. Нам не надо закрывать поры, чтобы гусь был более сочнее. Натягивается. Да, вот чуть-чуть раз, все убрали, не надо там его, и самое главное, вот туда, разводим там костер. Нормальный подход. Слушай, запах, дым идет, дым идет. Запах такой, костра. Да, изнутри гуся, запах костра. Слушай, а вот гуська, вот эта гусьина, она съедобная? Нет, конечно, мы ее потом удалим. Жир, что ли? Ну, оно, во-первых, как бы, то есть, по правилам она там, ни к чему. И, во-вторых, как бы, то есть, мы ее потом, конечно же, удалим. Но, если мы хотим отойти немножко от классики, то эту тушку можно обработать на замечательное филе. И также уже делать то, что мы будем делать дальше с филе. И в конце выйдет замечательный просто уже гусь без костей практически. Удобно есть, удобно подавать. И действительно будет, как в ресторане. Как в ресторане, многих пугает. Потому что в ресторане сильно гламурно, сильно круто. И вот, например, у меня какие-либо ресторанные рецепты, люди почему-то не смотрят вовсе. Здесь нужно вот, что в домашних условиях можно сделать. Но вот это все можно сделать в домашних условиях. И траву найти, и... И гуся купить хорошего, тем более, сейчас не проблема. Гарелка есть везде. Да. Но, знаешь, не все же, то есть, многие же любят заморочиться. Ну, мы же любим готовить. Это, есть, я знаю таких фанатиков, которые вот просто, они, знаешь, а что можно еще сделать с гусям? Я говорю, друг мой, возьми этого замечательного гуся. Вот обработай его на филе и приготовь. Это же будет прям идеально. Кусочки пропитаются, каждый кусочек пропитается этим маринадом. Заморочься, если хочешь. Через курта тяжело маринаду проникнуть. Да, потому что на самом-то деле, вот сейчас мы как раз будем это делать. Это я уберу. Вот, то есть, очень важно для того, чтобы был гусь сочный, вкусный, его мы должны замочить. Я советую не лениться это делать, потому что все-таки действительно мясо гуся сложное, и с ним нужно поработать для того, чтобы получить прям настоящее, классное, вкусное удовольствие. Давай я тоже... Да, вот так вот добавляем воду. Сколько воды? И для чего мы ее добавляем? Это же будет рассол, правильно? Да, мы сейчас будем замачивать гуся на примерно 8 часов с добавлением сахара. Если считать по граммам, по граммам, да, то есть мы повара любим там отвешивать, там еще что-то либо, то получается примерно 30 грамм на литр воды и 15 грамм соли. Ой, 30-30 соли и 15 сахара. Да, но все эти граммы не действуют. Да ты что? Я тебе говорю точно, на опыте. Вот, сахар разный, соль разная, поэтому вкусовые качества всегда у тебя будут разные, если ты не купил там... Слушай, ну это такая гурманская штука, мол, типа иодированная там или каменная. Все, да я использую обычную соль в этом случае и обычный сахар, да. И все, я беру прям вот так. Да, дорогие мои, сделайте все на вкус, потому что граммы вы можете ошибиться, потому что, типа, Александр, ну ты же сказал 30 грамм. И раз, а там одна соль. Как так может быть? Разные, разные продукты, разное все. Добавляю сахар и добавляю соль, прямо вот так. Конечно, можно отвесить, но я всегда люблю продукты, поэтому гуси у меня чистенькие. Ладно на вкус, ты когда борщ солишь, попробовал, досолил, попробовал, досолил. Здесь, так как на вкус человек, вот такой, типа, сделайте на вкус. Смотрите, вот как делаю я, все элементарно, только у меня, для того, чтобы приготовить для ресторана гуси, у меня такие прям ванны, да, то есть мы там и затыкаем их, да, то есть они отдыхают. Мы сначала сигару заливаем, вот стоит эта вода примерно час, потом вот соли мало, добавляю еще и тогда и довожу до готовности, чтобы уже потом погрузить нашего гуся туда. И оставляем его на примерно 8 часов. Посмотрите, сейчас оно все так вот. Лизни гуся, а или на соль. Лизни. И тогда ты уверен 100%, потому что очень много раз повара действительно ошибались. Когда ты готовишь очень много гусей, у тебя большая емкость, ты говоришь им граммы, они начинают делать все по граммам, и ты не попадаешь, потому что опять-таки продукт разный, соль разная, сахар разный. И на количество объема это все очень сильно влияет воды. Поэтому я говорю, сделайте воду, попробуйте ее, она даже бы такая соленовато, чуть-чуть такая слегка сладкая, и загружаете гусей, и все. Гусь всегда, если даже вы купили замороженного, ни в коем случае нельзя ложить в эту воду. Ни в коем случае. Замороженного. Нужно оттаять? Таять, только потом уже ложить в этот рассол и оставлять там на 8 часов, потому что опять-таки в нем содержится какое-то количество воды, начинает все это растворяться, вкус соли, сахара начинает балансировать, и ты не получаешь того эффекта, который должен быть. Вот, а, значит, Шмаков, например, утуждаю, он говорит, если есть филе рыбы замороженной, то в раковину набираешь воду, затыкаешь, соль, сахар, и прямо в заморозку оттаиваешь, и тогда рыба вообще становится мега крутая. Что, с гусем это не такая же история? Я очень раз много пробовал, и нет, нужно все-таки брать продукт уже, во-первых, как бы, первое, когда заберешь гуся, ну, или там любой продукт, да, замороженный, и кладешь его в раствор, в любой, ты не обработал этот продукт изначально, ты должен этот продукт оттаять, посмотреть обязательно, почистить его, да, то есть обработать, обжечь, убрать все оперение, все эти моменты, должен продукт подготовить, просушить его, чтобы не было никакой лишней влаги, да, сыворотки крови, и так далее, и только потом этот продукт уже красивый, хороший, ты начинаешь, как бы, подмариновывать, ты начинаешь с ним работать дальше. Все, вот так вот гуся мы сейчас оставим на 8 часов. Переворачиваю его, пускай это все так прям расходится, и тогда у вас будет он хороший, можете прям полностью его покрыть и так далее, ну, у меня это все так вот переворачивается, конечно, их много, они погружаются прям в воду, и там находятся 8 часов, но это только начало, начало всему начало, для того, чтобы гусь был действительно вкусный, мы должны его еще раз замариновать. Но у меня есть цех, где идет вторая подготовка этого продукта, мы его маринуем в соусе хайсин, в апельсин и в яблоках, пойдем покажу. Давай, узкие улочки нашего. Да, как это самое, каждый метр работает, каждый метр. О, отлично. Вот здесь происходит вся заготовка, потом эта заготовка поднимается вверх, и уже начинается готовиться. Эпельсин. Ну, это понятно, что апельсин, только если вдруг ты не знаешь, вот это апельсин. А золотой фреш, смотри, мариновки гуся, то есть было, ну, много вариантов, но мы решили взять практически, знаешь, простая еда, это чуть-чуть вкус детства. Добавляем немножко восточного ингредиента, и получается знакомое блюдо, ну, вроде бы и по-новому. Вот наш гусь с водичкой, который был, они также хранятся еще много, мы берем, вот видите, что происходит, филе гуся, ну, то есть тушечка гуся, она стала более белой. Вот это одно из даже принципов этого всего, что обязательно весь этот сок, там все посторонние моменты, все должно уйти, только тогда у гуся будет и, чем пахнет, паленок. Паленок, паленок, да, да, да. Мы ничего тут не нарушили, все красиво, а там у нас был костер, между ног. Паленок, это не совсем слово правильно, паленок. Да, по факту мы палим, но вот в Ростове, что меня, в общем, поразило, на ростовском рынке, они говорят, курицу берешь, там, гуся, утку берешь, берешь, денег дай, денег даешь, они тут раз, горелочку, обжигают, потом тебе пакет и отдают. И тогда ты уже домой приносишь, когда варишь, там, вкус вот этого паленого бульона, всего прочего, вкусный. То есть они тебе обязательно палят ее, для того, чтобы вкус был прям деревенский-деревенский такой. Но вообще южане очень хорошо обрабатывают, я первый раз из Ростова привез это сало свиное, паленое на соломе, с черной такой шкуркой. Блин, ешь его, такой вкус необычный. Да, главное там, конечно же, это все не переборщить, чтобы не сильно прям ели. В Сибири просто так не делали, не делают, поэтому для меня это. Курицу-то опаливают, да, домашнюю, потому что опаливают не для того, чтобы вкус был, опаливают для того, чтобы ты когда вручную, нефабричная обдирка вот этой вот пухой кера. Нормально, обязательно надо заглянуть, обязательно. Вдруг, вдруг, мало ли. Значит, для того, чтобы приготовить гуся, кто не слышал ничего про гусь, можешь, пожалуйста, порезать яблоки? Как хочешь, можешь ударить любой, да, вот это такие даже, что у нас военные. Какое хорошее. Вы не сражаетесь на полях боевой славы? Вот и такой вот есть, смотри. Видишь, как это все, у меня мясник, у меня мясник вообще зверь. Понимаешь, он так, вот так все рубит, там, когда там все, мясо рубит, не заходим мы. Вот, самое главное, ножницы у него есть. Ты можешь делать как угодно, можешь ударить яблоко, то есть все равно, как ты это будешь делать, без разницы. Нам нужен именно сок, яблочный сок, именно натуральный Затем я беру фреш, апельсиновый фреш Простой, натуральный, никаких консервантов И прям заливаю гуся Яблоки я беру вот так вот Вот так Мну кусочки Почему? Потом я это все уберу Отлично, можно еще, пускай это будет То есть, гусь будет мариноваться у нас еще часов 5 Хочу, чтобы вот Ты когда ешь гуся, да, у тебя мясо было такое Сладковато, такое кисленькое, да Вот такое ароматным яблоком, фрешем, понимаешь И действительно мясо пропитывается Самое главное Вот самое главное, да Это не торопиться Знаешь, я думаю, что когда Твои телезрители будут смотреть И они скажут, блин Ну прикинь, да, 8 часов туда 6 часов туда Ну я думаю, что эта подготовка будет стоить того Просто стоить, понимаешь То есть, действительно, это будет вкус гуся Совсем-совсем другой Вот так прямо Хорошо Ах, как у нас все замечательно Почему мне пришла эта идея Когда мы делаем в классике, да Мы берем яблоки, да Слегка обжариваем в белом вине Сливочном масле Добавляем корицу И фаршируем Да, и готовим с яблоками Ну а-ля Изнутри, опять-таки, да Пропитывается это все Этими ароматами, вкусами И гусь у нас такой сочный Да, то есть опять расщепление белков Да, кислота все делает свое дело Сладость дополняет Все супер Но Поработав с этой чудесной птицей Как я ее люблю, а Вот смотри Что, какой ты Гуся Я тебе отвечу Вот этого гуся Мы сегодня с тобой сделаем с полбой Хорошо С полбой и белыми грибами Очень интересный гарнир Вот Но мне хочется, чтобы действительно Мясо Пропиталось вот этим вот апельсином Яблоками и так далее То подобное То есть, понимаешь, мы не просто Подали гуся с яблоками и апельсином Да, мы дали ему вкус Благодаря пяти часам, шести часам Но подгарнировали его Именно другим гарниром То есть, сочетание будет совсем чуть-чуть другое А почему полба? Почему крупа? Почему, например, там не какие-нибудь овощи Тамленые Там Ризотто из картошки Не знаю, ничего Что-то Можно картофель Можно брать любой Ну просто сейчас зима, что? К зиме Вот традиционно Гуся, крупа И гусь у нас будет еще Сейчас я вот Оп Понимаешь? Руки грязные Работаем Вот Я испачкал уже Как открыть крышку, да? Просто попросить товарища Вот Мы добавляем Хайсин Хайсин на самом-то деле Очень замечательный такой соус Который Космический Просто Ну шедевром Кидает прям вот сюда Расщепляет белок мяса Хайсин Это сливовый соус Из сливы делается Для Подается К пекинской утке Но его можно использовать еще и в маринадах Знаете Сейчас есть блюдо Много его надо? Все Чуть-чуть Главное не переборщить А я использую его сейчас У меня в новом меню Зимнем Сегодня запускается Я использую к палтусу Очень Ой, там он Вообще Да Самое главное Его опять-таки не переборщить Хорошо смазываем Чем заменить можно? Сразу вопрос Я думаю, что здесь пойдет соевый соус С сахаром Если там не сильно, конечно, не заменим Это берется сахар Коричневый Соевый соус Имбирь Чеснок И Я так думаю, что Не думаю Мы пробовали с ананасом Это все кипит И потом Ты маринуешь Терияки, короче А-ля терияки Да, но тут обязательно еще Нужен Какой-то фрукт Ну, в этом случае Мало фруктов тебе Яблок и все прочее Ферментированный Понимаешь Сливы У них другие вкусы И когда Если там делать Терияки с этим ананасом Или с печеным бананом Прям берешь Банан запекаешь До черноты И вот Терияки И туда это вмешиваешь Банан У тебя Совсем другая история Получается То есть Ну, то есть Да, мы такие повара На самом деле И это мы еще Не курили Тимьян Тимьян, да? Тимьян Мы говорим Тимьян Стой, что Крорис Добавляем мед А все в России Как в России Все мед Любят добавлять Не горит Он же горит Вот Человек, например Если не очень Профессиональный повар Ты его научил Он медом все намазал Духовку Бах Чуть больше градуса Отвернулся Мама миа Горит все там Уже Значит, для того, чтобы Вот в этом случае То есть Когда мы готовим Целый гусей Там мед присутствует И все остальное Мы делаем температуру Дам 150 Мы накрываем его фольгой Вот И благодаря этому То есть идет такая запарка Сначала Как бы, да? А потом колер уже? Потом снимаем И делается колер И Мед здесь Опять-таки Какой процент здесь меда? Его здесь На самом-то деле Не очень много И Все равно Это нужно делать Конечно, можно его Не накрывать фольгой Сделать температуру 120 И погнал И погнал И погнал Повышение Но Вообще Вообще Вот эта вот Тема Она для Для наших гостей Для твоих телезрителей Очень классная Целый гусь Праздничный И так далее Но Я думаю Что нельзя бояться Экспериментировать И так далее Если Ты показывал Я видел у тебя На канале Твоем чудесном Вакуумная машина Супер Наверняка Процентом 20 Ее приобрели Так вот Когда вы берете гуся Обрабатываете мясо Да? Мясо Потом Вот этот маринад Прямо Вакуумируешь И так же Я видел у тебя Замечательный Аппарат Называется Сюрит Кладешь На температуру Там Где-то 60 И у тебя Совсем другой гусь В домашних условиях В смысле Мишу Филе Маринад Пакет Вакуум И все Да Другой вариант Духовку Вы делаете На Опять-таки Ну Сейчас Духовки Везде Есть На пару У каждого В каждом доме Вот я Бомбану В каждом доме Духовки С паром Можно тазик С водой Поставить Туда же Этот вакуумный Пакет Вообще Так же Можно делать И опять-таки Эти конфи Монфи Без жира Всякого Просто Кукурузное масло Которое Даже При повышении Восьми Задавства Не расщепляется Все Экономия Круто Быстро Ясно Оставляем его На 6 часов Друзья мои И следующий Этап Мы его будем Запекать Ну а как Мы сейчас увидим То есть вернемся В январе уже Уже после нового года Потому что Должен Поставить Нормально Представляешь Процесс Да Сейчас Когда Добавил Баню Если что Вася Запекает Гусей Может продавать Как угодно Весь Декабрь Январь Телефон Ниже По ссылке Подмариновали Гуся Не подмариновали Вот И здесь Все это Проходит То есть На самом-то Деле Как вы видите В нашей кухне Проеклад Один Поэтому Мы выходим Очень рано И запекаем И уходим Очень поздно Да-да-да Практически Процесс Процесс Не Перестает Проходить Ты пока Отдыхай Как здесь Много гусей Да у нас Везде гуси Температура 140 Есть Вы сначала Ставим На 140 Накрываем Фольгой Протамливаем Его Когда мы Готовим Его целиком Затем Повышаем Температуру До 160 На 140 Сколько времени Примерно Час Час Двадцать Ты сам Понимаешь Ты сам знаешь Духовки у всех Разные Разные Мясо Разный Поэтому Тут нужно Всегда Все пробовать То есть Каким-то способом Мы Надкалываем Под крыло Смотрим Течет Красненькое Некрасненькое На язык Какие-то моменты Ну Ориентируемся Ты будешь Смеяться Ну В основном Иногда даже На запах Как это Не смешно Звучит Вот Поэтому То есть До 160 Догоняем Еще Там Минут 50 Точно Потом Опять Снижаем Смазываем Вот здесь У нас Смазываем Хайсином Хайсин соус Который Только что Показывали Тут есть Один Нюанс Здесь Ананас Ананас Какой густой Сладкий Чили Он Подогревается Смазывается А почему Густой Такой Как Желе Немножко Крахмала По Любасу По Любасу Обязательно Имбирь Конкретно Слюна Брызжет В рот Прям Есть Очень Вкусный Соус Для Также Для Гуся Это У нас Есть Один Более Дайте Пожалуйста Красный Соус Давай Здесь Нейтрализация Здесь Самое Главное Острота Опять Таки Да Она Мы Очень Долго Ее Добивались Потому Что Чуть Чуть Больше Сильно Будет Ярко Здесь Имбирь Имбирь Как Небанально Этот Соус Очень Подходит К Крабу Здесь Чеснок Имбирь Чеснок Имбирь И Очень Важный Ингредиент Кетчуп Кетчуп Друзья Мои Кетчуп Это Соус Соус Обязательно Кипятить Перед тем Как Его Подавать И Если Ты Протапливаешь Кусочки Гуся В этом Соусе Прям Немножко Добавляешь Бульона Протапливаешь У тебя Гусь Совсем Получается Другой И С Манго И Горчицей Совсем Другой Вид Я Понял Я Представляю Сейчас Наши Зрители Уже Пошел 264 Комментарий Серии Ребята Ну давайте Что вы Трандите Про соусы Где Раскладки Как Готовите Все Будет Нож Дайте Ну что Вот он Давай Его Сервировать Мы хотели Все равно Эти все Рецепты Я потом Тебе дам Ты Выставишь Для своих Телезрителей Попробую Первый корень Сильнее Да Да Видите Мы всегда Поворачиваем Вот так Ну Потом Другим Пальцем Одним Мы не Делаем Так Есть же Анекдот Даже Такой Когда Говорит Профессор Кто Небрезгливый И так Палец Раз Туда В пробирку С Зародышем Какого-то Какой-то Птицы И студент Один Медец Университета Я небрезгливый Подходит И раз Такой Он Говорит Небрезгливый Но невнимательный Потому что Опустил я Указательный палец А облезал Средний Да Так и здесь Просто Вываренный В молоке Но Этот гусь У нас Он великолепен И шикарен Да Это самое вкусное Вообще-то Вот это вот Место Мы даже можем Так вот Корочку вырезать Посмотри Угу Я смотрю Это шторки Я называю Это Потому что Она пропекается Она очень тоненькая На Держи У меня есть Медкнижка Я целую Одну женщину Поэтому Можно с рук Поворот Сюда С рук Поворот Для этого В общем-то Теперь Теперь Нежным движением Ложки Мы Попробуем Помогу Раздвинуть Одну ножку Вот так Чуть-чуть Раздвинь А там Надо обрезать Видите Тут нужно Обязательно Двоем Это делать Участвовать Должны Многие Вот так Это Полба Как Рождение Нового Искусства Выкладываем Полбу С грибами Почему вторую шторку Не обрезали Тебе я положу Ее оставлю Здесь Должна быть Пещерка Пошире Чтобы Можно было Добавлять Побочка Все Этого достаточно Да? Я думаю Мы же Чуть-чуть Чуть-чуть Не пожрать же Попробовать Только А? Ага Все По-настоящему Мясо Вот Если Присмотреться Вот Возьми кусочек Вот Съешь Давай Подержу Его Он Мягкий Мягкий Да И это Все Благодаря Тому Что Мы С тобой Сделали Такую Дорогу Длинную Приготовление Его Положим Вот Так И Мы Приготовили С одной стороны Не видно гарнира С другой стороны Пусть это будет Сюрприз Для Гостя Давай Покормите Это апельсин И корица Чуть-чуть Сделаем С одного Бока Вот Такая Простая Кухня В кафе Пироги Виной Гусь Всего Лишь 15 часов И вот Простая Ножка С соусом Томленого Полтора Часа У вас На столе Дорогие Дорогие Друзья Для того Чтобы получить Шикарного Удивительного Невероятно Вкусного И мягкого Гуся На новогодний Стол Начинать Нужно 29 На следующий День После моего Дня рождения Декабря Вот Это стоит 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 Конечно Слушай Вот эти шторки Вот это вообще Мне кажется Самое вкусное Они тоненькие Они пропекаются Так круто Ну то есть Грудки Не так много Как в общем Хотелось бы Да Ну да Тут видишь Оно же Такое Что хорошо Потому что Мы его не сожгли Ни в коем случае Мы выдержали С тобой температуру И он прям Ранли Рассыпается Ну да Он вон Отделяется Смотрите Кости голые Смотрите Лясо Просто Искользит Кости Вот она Простая Еда Просто Гусь Просто Гусь И нарезаем Тоненькими Тоненькими Хват Хват Сой Вась Остановите Да Да Я Ты пока Сорова Оставляй Сколько Людей Шикарно А ты его не подаешь Как Как пекинскую утку Ты знаешь Можешь там Сибиричичными Блинчиками Например Вместо Хойсина Какой-нибудь Соус Из печеного Яблока Но без корицы Например С брусника Или из квашной капусты Сейчас Мне очень сложно Купить Двухкилограммового Гуся Просто Если сейчас Я представляю Что у меня 80 гостей К примеру И у меня Вот такие гуси Сколько тут Этого порции Будет Очень мало Если бы я нашел Где хорошая порода Двухкилограммовых Тогда было бы мне легче Здесь больше Там трешки Но Уже 4 килограмма Я не беру вообще гусей Стараюсь не брать Они старые Они больше набирают Уже жира Чем мясо Вот для меня 3,5 Вот это вот самое Такое нейтральное Мне все есть Так давай попросим Чтобы нам написали Может быть Там мне в личку В инстаграм Или Может кто-то знает Кто выращивает Много гуся Самое главное Да Чтобы оно было Одного и того же качества Потому что Как у нас в ресторане Ты пришел Сейчас ел этого гуся И ты уйдешь И понимаешь Что послезавтра У тебя будет Такой же гусь И я должен тебе дать Такого гуся Если дать тебе Другого гуся То я должен его Назвать по-другому Подать тебе по-другому Сказать Типа это другой гусь К примеру Человек должен приходить На телятину На мясо На утку На постоянное одно и то же Если тебе Меняется качество Или поставщик меняется Ты должен поменять Срочно или название То есть Это уже не та утка Или дополнить гарниром Или переделать полностью блюдо Очень много мы так ошибались Перед тем Когда шли Вот мы берем Вот у этого поставщика Если заканчивается Вдруг Переходим Меняем полностью меню Или там блюдо Окей Так Ну что Давайте пробовать Вот Сейчас Даем Мы сейчас Эту грудку Попробуем С другим чудом Сейчас Ладно Мне это Пора Эту вкусноту Всю доедать Вас с Новым годом Обязательно Обратите внимание На этот рецепт И даст Бог Кому не лень Приготовить С Новым году Шикарного гуся Мы можем Все бром Уй С Новым годом С Новым годом